Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире канал 16, передача «Актуальные интервью». В гостях у меня директор нашего Саровского драматического театра Марина Першина и зав.лит Саровского драматического театра Ольга Логинова. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! С высшим образованием. Двое у нас приехали из Саратова и Маша Раздобарина из Воронежа. С чего начнется новый сезон? С какого спектакля? Я понимаю, это премьера, да? Это вот самый главный, заглавный, можно сказать, постановка. Правильно же я говорю? У нас в этот раз мы начинаем с трех премьер. Одна в театре кукол и две в драматическом театре. В общем, какой-то небывалый случай, да? Не бывалый случай, потому что мы решили открыть сразу сильно, широко и на любую аудиторию. Будет две премьеры даже в эти выходные. Это пьеса «Дракон». Спектакль «Дракон» и «Фантазия Фарятьева». А Кузнечик параллельно откроется тоже новым спектаклем «Принцесса Крапинка». «Принцесса Крапинка» – это для девочек. Про принцесс. Не обязательно только для девочек. Сказка уже была сдана, мы ее уже видели. И это в течение сентября горожане смогут смотреть со своими детками «Принцессу Крапинку». Это только в сентябре. Но я так понимаю, что Кузнечик и дальше продолжат. Да, но мы специально сделали так, что в сентябре в Кузнечике будет только новый премьерный спектакль. По поводу премьер, может быть, поподробнее, да? Ну, может, не совсем спойлеры, да? Не совсем раскрыть суть самой постановки спектакля. Ну, о чем и для какой аудитории эти спектакли, эти премьерные? Давай. Значит, две премьеры у нас драматические. Одна «Дракон». Мы работаем над ней уже очень давно. Мы начали в апреле, да? Апрель, май. И сейчас вот режиссер Света Князева приехала из Санкт-Петербурга, и у нее будет несколько дней предпремьерных, чтобы она почистила и подготовила спектакль к открытию сезона, к премьере. Значит, очень известный текст, написанный Евгением Шварцем в 40-е годы. И такая... В нашем исполнении это будет притча философская такая, сказка для взрослых. Очень красивая, в атмосфере Средневековья, придуманная и сыгранная. Режиссер делала этот спектакль о внутренней свободе человека. Вот. Вторая премьера. Мы ее как-то очень быстро... Тоже для нас неожиданно, да. Буквально за месяц мы ее сделали, и получился при этом очень крепкий спектакль. Мы буквально вот два дня назад мы посмотрели сдачу, и мы можем со всей ответственностью заявить, что получился очень хороший, не стыдный спектакль. Я с большим удовольствием на премьеру пойду его в третий раз посмотрю. Это фантазии Фарятиева по пьесе Аллы Соколовой. Он не такой населенный. Там было пять человек, потом прибавился еще один. Вот Кирилл Морозов, стало шесть занятых артистов. Очень хорошие актерские работы, такая понятная, очень человечная история, очень узнаваемая, и при этом не совсем бытовая. Она очень интересна. С театральной точки зрения поставлена. Прекрасный спектакль. Я всех зову и приглашаю. И на дракона, и на фантазии Фарятиева. Они совершенно разные, эти спектакли. Поэтому, если кто-то еще не решил, как начать свой театральный уикенд, я считаю, нужно купить билеты и туда, и туда, потому что это разноплановые спектакли, разные режиссеры. Фантазии Фарятиева поставил Антон Морозов. Он знаком нашему зрителю по свободному Тибету спектаклю. Но это другой спектакль, совершенно эстетика немножко другая, более понятная. Это такая мелодрама в большей степени. Трагикомедия. У вас в театре внутренняя кухня, да, ведь подготовка, определение какого произведения, как его взять, как его разложить на артистов, на труппу, да. И потом, в конечном итоге, это закрытый показ внутри. Всегда интересно эта внутренняя кухня. Кому этот закрытый показ? Кто сидит в этот момент в зале? Ну, чаще всего это называется сдача спектакля или как бы генеральный прогон, когда сдача происходит на своего зрителя, это на коллектив. Ну и фактически руководство театра, администрация театра смотрит этот готовый продукт для того, чтобы понять, принимаем мы этот спектакль, пускаем его в прокат, скажем, или нет. А может такое случиться, что не пойдет? Ну, я оставляю за собой правого, либо, что называется, отправить на доработку, либо внести какие-то корректировки, но это бывает очень редко. Вообще, за мою практику 12-летнего руководства, мне кажется, ну, от силы два или три спектакля, которые были восприняты мной, ну, как бы, в штыки даже, может быть, или были какие-то высказанные замечания. Над спектаклем работает режиссер. Ну, традиционно, да, у любой постановки есть режиссер. И я так понимаю, есть не только наши режиссеры, которые состоят в штате театра, да, но и приглашенные режиссеры. Вот насколько, можно сказать, приглашенным режиссерам интересно работать в муниципальных театрах, да, ну, будем говорить, в глубинке какой-то, да, вот есть ли такой интерес? Ну, смотрите, на сегодняшний день в штате нашего театра нет режиссера постоянного. То есть мы ставим в рамках муниципального задания 10 спектаклей, 8 в драме и 2 в куклах. И фактически все спектакли это ставят приезжие режиссера. Естественно, режиссерам интересно работать, потому что режиссеров много, они все ищут работу, они все заинтересованы приехать, ну, и в малые города в том числе. Вопрос, что предложений таких поступает огромное количество. Это как раз наша задача отобрать того режиссера, с которым нам интересно, который будет работать с нашим коллективом, с нашей труппой и предложит тот материал, который нам нужен, который мы вместе отберем на постановку. То есть в театральной среде это нормальная практика, когда режиссеры конкурируют друг с другом, да, и предлагают свои услуги. Режиссеры, конечно, конкурируют. Потом есть понятие гонораров, например, режиссеров. Естественно, что наиболее известные режиссеры, которые ставят в московских театрах, это достаточно большие гонорары, это дорогие режиссеры. Муниципальный театр, в частности Саровский, не может себе позволить такие большие гонорары. Вот, поэтому, но мы стараемся выбирать режиссеров, которые имеют уже имя в театральной такой тусовке, да. Мы всегда нацеливаем режиссеру, чтобы получился качественный, хороший спектакль, который бы был не только интересен зрителям, но в том числе и для нашей фестивальной деятельности. То есть возможность выезда, да. Да, работа театра, это не только работа со зрителем, это еще и обязательно выезды, это интересные фестивальные такие спектакли. И вот именно сочетание, ну, такой баланс внутри постановок, когда есть и для зрителей хорошие спектакли, и для фестивалей, говорит о том, что театр живет, что он развивается и на правильном пути. Вот, в частности, если говорить про фестивали, знакомство наше с Антоном Морозовым на лаборатории режиссерской вот сыграло такую роль, эскиз, который он поставил на лаборатории. Мы отобрали, мы заключили договор и доработали этот эскиз до полноценного спектакля. И теперь «Свободный Тибет» был отобран для очень значимого фестиваля «Арт-миграция». Мы едем с ним в Екатеринбург в октябре. Да, «Союз театральных деятелей» отобрал наш спектакль, их небольшое количество, и мы получили грант на эту поездку. То есть полностью финансирование нашего участия в фестивале в Екатеринбурге оплачивается, и это грантовые деньги. То есть это наша постановка, которая была совместно с нашим театром? Не совместно, а в нашем театре. Да, это наш репертуарный спектакль, мы его показываем Саровскому зрителю. Да. Он уже имеет награду на премьерах сезона, и теперь мы поедем в Екатеринбург, и уже на Всероссийском фестивале будем показывать этот спектакль. Говорят, что сейчас на самом деле не Москва и не Санкт-Петербург вроде бы как на авангарде, да, вот в авангарде театральной культуры, а вот Перми и Екатеринбург упоминаются очень часто. Ну, это очень театральные города. Театральные города, да. Потому что там очень много вот именно современного театра происходит. Ну, скажем так, наряду и с московскими постановками, и с питерскими. По поводу репертуара. В целом, сколько всего у нас постановок? Ну, 8 драматических, это имеется в виду в театре. Это мы ставим в год новых. А сколько всего у нас предполагается на сезон? Ну, вот в сезон. Смотрите, для обывателя, значит, и для муниципального задания мы берем для расчета год. Календарный год. Календарный год. Театры живут сезонами, то есть от осени до лета. До конца этого года, значит, у нас появится, помимо тех премьер, о которых мы уже рассказали, еще две драматические постановки на большой сцене. Большая форма спектакль «Полианна», и его будет ставить артистка нашего театра Юлия Петрушина. В качестве режиссера. В качестве режиссера, да. Она уже ставила несколько спектаклей, в том числе очень популярный у нас спектакль про Петсона и Финдуса, на который все... Невозможно достать билеты. Ну, кстати, есть. Он есть в расписании на сентябре. Во филе это даже есть. Билеты исчезают в первый же день, я бы даже сказала, в первые несколько часов. Да, это наш такой опыт. Один из спектаклей – театр на подушках. Это такой для малышей очень популярный спектакль, поскольку там... Он идет в фойе, и небольшая аудитория. Поэтому он... То есть не на большой сцене, а вот на фойе. Да, это камерный спектакль, да. Детишки сидят фактически с героями вместе. И вот у Юли будет такой дебют на нашей большой сцене. У нее будет первый спектакль. И очень интересный материал, предназначенный для семейного просмотра. Для детей такого среднего подросткового возраста – это такая довольно сложная аудитория, и для нее мы не так часто делаем постановки. Вот для ребят с 10 лет и, наверное, до 15 – это основной такой возраст. И для их родителей. Полианна, мы выпустим этот спектакль где-то в середине ноября, наверное, да. И затем начнем работать над сказкой уже в Новом году. Спектакль приедет ставить Нижегородский режиссер молодой. Андрей Богданов. Да, называется спектакль «Долень трава». Я сегодня видела у Владимира Николаевича... Художником будет наш главный художник Владимир Николаевич Ширин. И я видела эскизы. Ой, там так интересно, там билибинские какие-то истории. Ладно, потом. Да, очень интересное оформление. Еще одна интересная постановка – это такая, скажем, новая форма, так называемый иммерсивный спектакль, жанр «Путь и шествия», ставит Евгений Цапаев, тоже наш артист, в качестве режиссера. Это спектакль по рассказам о Генре, и это появится тоже в ноябре в нашей афише. Иммерсивный спектакль – это когда... Как раз хотел спросить, надо, наверное, пояснить, что такое иммерсивный спектакль. Да, зрители будут фактически перемещаться по театру. Он будет идти в нескольких локациях, и зрители как бы будут... Участниками внутри. Ну, не соучастниками, но в некоторой степени участниками. Как бы находиться внутри спектакля. Спектакль будет проходить в фойе, причем не на одном этаже. Зрители будут встречать внизу, проводить по разным локациям. То есть это действительно будет некое путешествие и по театру, и по городу, который вырастет вот у нас внутри театра. А внутри театра будет... Вырастет, да. Вырастет город. Да. Интересно. Все-таки про новинки, даже не новинки, а вот про что-то новое, да? Понятно, театр мы как себе представляем, да? Сцена, зал зрительный, да? Вот эти три звонка и так далее. Но ведь, я так понимаю, есть какие-то новшества, да? Вот в том числе вот этой иммерсивной постановки, да? Это уже не новое. Это уже не новое. Это для нашего театра. Для нашего театра просто такая форма, да. Вот. Что еще такого нового заготовлено режиссерами, актерами, руководством театра? Про лабораторию. Лаборатория, да. Это тоже для нас уже не новый проект, и будет, и есть уже аудитория в нашем городе, которая знает, что такое театральная лаборатория. Это когда приезжают несколько режиссеров, и в течение недели трупп вместе с режиссерами сразу ставит, как бы показывает эскизы нескольких спектаклей. Это бесплатно смогут зрители посмотреть эскизы. Уже сегодня в кассе можно взять пригласительные билеты. Оставить отзыв свой, да? Вы знаете, раньше была такая практика, когда зрители голосовали, да? Какой спектакль им понравился? Ну, для того, чтобы голосовать, надо, во-первых, прийти на все эскизы, посмотреть, да? То есть как бы зритель участвовал в решении продолжать работу над этим спектаклем или не продолжать. Ну, вот по результатам, как Оля говорила, предыдущей лаборатории у нас появился «Свободный Тибет». Это тоже была лаборатория... И это было наше решение. Это было наше решение. Вот. Значит, эта лаборатория проводится театром наций и программой территории культуры Росатума. Сегодня госкорпорация сотрудничает с Театром наций. Вот при их участии по всем городам Росатума, там есть театр, проходят такие лаборатории. В программе лаборатории, кроме эскизов, будут мастер-классы для наших актеров, и для актеров, и для цехов. Приедет художник по свету с нашими осветителями, поработает. И будет открытая лекция, на которую, опять же, бесплатно могут прийти любые зрители. Лекция театрального критика о театре для детей. То есть флайеры на эту лекцию и на все три показа можно бесплатно взять у нас в кассе театра. Могу назвать... Мы уже договорились о материале. И сейчас я веду с режиссерами разговоры о распределении ролей. Там они мне какие-то вопросы задают. Значит, для малышей в кукольном театре будет поставлен эскиз по сказке французского писателя Петуния про гусыню. Потом для младших дошкольников, для дошкольников и младших школьников, будет эскиз по сказкам по телефону Джани Радаре. В общем-то, довольно известный был материал в нашем детстве. Это, наверное, современные дети уже не знают. А для подростков, для старших школьников поставят эскиз по пьесе. Она была написана буквально несколько лет назад. Называется «Нянька для Агаты». То есть мы как-то все возраста практически попытались охватить. По идее, из этой лаборатории, вот как с свободным Тибетом, может вырасти что-то фестивальное. И зрительское, и фестивальное. Да, и чаще всего приезжают молодые режиссеры, и это такая большая возможность хорошая увидеть их в работе. Потому что... Ну и им себя показать. И им себя показать. Потому что, да, сотрудничество... Это очень взаимовыгодное сотрудничество. Да, сотрудничество с театром НАЦИ им очень много дает, потому что они вот так переезжают по многим городам и участвуют в таких лабораториях. Было немножко затронено, что будет в Екатеринбурге фестиваль. Какие гастроли были у нашего театра, и как востребован наш театр за пределами города? Ну, гастроли провинциального театра, это удовольствие, достаточно дорогое на сегодняшний день. Поэтому у нас получилось съездить в Чебоксары благодаря тому, что мы выиграли грант в рамках программы «Большие гастроли». И эта федеральная программа оплачивает частично расходы на переезды коллектива на какую-то площадку. То есть здесь были обменные гастроли. К нам приезжал театр и здесь показывал из Чебоксар несколько спектаклей. А мы ездили к ним. Мы все, по-моему, показывали три спектакля для взрослых, один для детей. Да, у нас получились обменные гастроли. То есть наши зрители увидели, ну, скажем, не такой известный, но профессиональный театр из Чебоксар, а мы съездили туда, себя показали. Прекрасно, что зрители это отмечают, но и критики театральные. Несколько, вот уже два года подряд мы берем главную премию на премьерах сезона, это Нижегородский фестиваль. То есть фактически наш спектакль становится лучшим в Нижегородской области. И мы уже слушали такую вещь, что Саров один из самых театральных городов Нижегородской области. Значит, востребовано. Да, ну, в силу нашей закрытости не все могут увидеть нашу постановку. Я думаю, что если бы была такая возможность, конечно, к нам бы приезжали. То есть из-за круги бы приезжали бы больше. Конечно, когда мы вывезли Белоснежку и Семь гномов в Москву в рамках Золотой маски, у нас даже там появились фанаты, которые нам... Нам до сих пор пишут, а еще вы привезете свои спектакли? Пишут, когда вы приедете и покажете, мы влюбились в ваши гномы. Ну что ж, хорошая оценка получается зрительская, да? И как на это реагирует трупа? Как вообще? Ну, конечно, все рады. Все хотят много путешествовать. Ведь вот понимаете тоже, у нас ведь вот есть обратная сторона медали. Когда наших хороших артистов приглашают в ведущие театры страны, это большая печаль и грусть. С одной стороны, мы радуемся. Наверное, многие в городе знают, что Владимир Петрик у нас у Верху, была наша любимая артистка, которая многие годы у нас работала и была, скажем, одной из ведущих артисток. Она сегодня служит в театре Набронной. И Константин Богомолов забрал ее к себе. И это грустно. Для нас? Для нас, конечно. Для Влады нет. Для Влады нет. И ребята наши молодые поддерживают ее и считают, что это... Ну, это, конечно, рост. Она сегодня играет в нескольких... Сразу репетирует нескольких постановку Богомолова. И это, конечно, большой шаг вперед. Мы затронули тему участия Росатома и территории культуры Росатома. Программы территории культуры Росатома. Какие еще фестивали предусмотрены в этой программе? В этом году, помимо лаборатории, будет в конце октября, 24, 25 и 26 октября, фестиваль фактически симфонической музыки. Потому что к нам при поддержке территории культуры Росатома приедут виртуозы Москвы. Третий концерт, который будет 26 октября, будет дирижировать маэстро сам Владимир Спиваков. Но о чем бы хотелось сказать и донести информацию до зрителей, что, во-первых, все три дня абсолютно разные программы, и это здорово. То есть я считаю, что любителям симфонической музыки и вообще классической музыки стоит посетить все три дня. У кого будет возможность приобрести билеты. Билеты уже сегодня продаются. Они продаются и на сайте, и в кассе театра можно купить. Самое приятное, что вообще привоз оркестра – это достаточно дорогостоящие и затратные такое действия. Если это реально симфонический оркестр, то, мне кажется, это приличный такой мероприятий. Поэтому мы приняли решение, Росатом нас в этом поддерживает, оплачивает гонорары оркестры, поэтому цены очень доступные. И я считаю, что, в принципе, все, кто хотят, могут купить. Первые два концерта всего лишь цена 500 рублей, и более того, их оплатить можно и Пушкинской картой. Мне очень хочется пригласить на эти концерты и аудиторию Пушкинской карты молодых людей от 14 до 22 лет. То есть Пушкинская карта – это для молодых людей? Да. И по ней можно сходить на этот фестиваль? Приобрести билеты вообще. На любое. Сегодня так сложилось у нас, что все мероприятия октября, да и сентября в том числе, все спектакли, которые большинство идут у нас, можно оплатить Пушкинской картой, и это очень здорово. Друзья, воспользуйтесь шикарной возможностью. Ну, я раскрою небольшой секрет. Я уже купил на «Виртуозов Москвы» два билета. Вот, обязательно хочу сходить, послушать, во-первых, классическую музыку, давно уже не слышал ее вживую. Не так часто у нас симфонические оркестры, в конце концов, приезжают. Это серьезное мероприятие. А уж, если говорить и забегать еще вперед, в конце ноября, наконец-то, будет долгожданный фестиваль хоровой духовной музыки. И тоже на площадке театра в течение трех дней съедутся хоровые коллективы со всей России. И мы тоже сделаем таким образом, чтобы цены были доступны, чтобы можно было оплатить Пушкинской картой, и чтобы как можно больше людей пришло послушать хоровое пение. Сколько в среднем стоит билет в театр? Премьера 400 рублей. Премьера на сегодняшний день стоит 400 рублей, а спектакли текущего репертуара в среднем 200. Мне кажется, это не такие большие деньги, чтобы провести хорошо время, получить заряд эмоций какой-то определенный, может быть, какие-то даже наставления. Я не думаю, что воспитательные, но, по крайней мере, нам очень хочется, чтобы человек после посещения театра о чем-то задумывался. И обязательно театр должен вызывать какие-то эмоции. То ли смех, то ли слезы, сопереживания. Вот это очень важно, потому что театр – это все-таки живое человеческое общение, общение артистов посредством своей работы. И люди, приходя в зал, наконец-то, спустя вот эти все пандемийные ограничения, наконец-то могут собраться вместе. Это очень важно. Друзья, не упустите возможность. Вся информация есть на сайте театра, есть в социальной сети ВКонтакте в группе Саровского драматического театра. И афиши, и стоимость билетов. И на сайте вы можете приобрести, собственно говоря, билеты на все постановки. Поэтому не упустите возможность, посетите наш театр. Ну, а на этом у нас все. И мы с вами увидимся через неделю. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok